Девушки отдыхают Всего три часа езды из Москвы, и вот он, древний Владимир. Город, в котором жизнь кипела еще до появления нынешней столицы нашей Родины. И тогда Владимир был центром Руси. Он и сейчас живет событиями тысячелетней давности. Настоящая здесь накрепко связана с прошлым. С историей России. Так было и так будет. Ведь Владимир, он вне времени. Он навсегда. Город Владимир находится в Центральном федеральном округе России. Административный центр Владимирской области. Площадь города около 300 квадратных километров. При этом там сосредоточено больше 200 памятников истории. Владимир входит в Золотое кольцо России. Основал этот город на высоком берегу Клязьмы Великий князь Владимир Красносолнышко. Мы как раз сейчас находимся у его памятника. Основал и в честь себя назвал Владимир на Клязьме. А уже в 1108 году другой князь Владимир Мономах укрепил город и превратил его в настоящую крепость. Мощную и надежную. Историки до сих пор спорят, какой же год считать датой основания Владимира. 990-й или 1108-й. Вот сейчас все-таки принято считать, что это 990-й год. Впрочем, от той первой крепости здесь ничего не сохранилось. Самые древние памятники города относятся ко времени правления князя Андрея Боголюбского, который во второй половине 12 века по сути перенес столицу из Киева во Владимир, сделав его политическим центром Руси. Так что именно Боголюбскому город обязан своим расцветом. Надо сказать, что основные исторические памятники сосредоточены в центре Владимира, и отыскать их несложно. Но вот это, пожалуй, главные ориентиры одной из самых главных городских достопримечательностей. Знаменитые золотые ворота. Они были возведены в 1164 году. Изначально были окованы в золоченый медью и очень блестели на солнце. Потому и получили свое название золотые. При князе Андрея Боголюбском были построены огромные оборонительные валы и пять башен. И через эти башни осуществлялся проезд в город Владимир. Сохранились до наших дней, дошли названия этих ворот. Это золотые, медные, серебряные, волские и ринины. До наших дней дошли только золотые ворота. Кстати, сказать, что в нашей стране это единственный памятник оборонительного значения, дошедший до нас с 12 века. Золотые ворота, помимо оборонных целей, имели также и триумфальный характер. Они оформляли парадный вход в самую богатую княжеско-боярскую часть города. Здесь владимирцы встречали иностранных послов и именитых гостей. Провожали воинов на защиту Родины. Мы отмечали торжественный въезд на Великое княжение Александра Невского и Дмитрия Донского. Мы сейчас внутри золотых ворот поднимаемся наверх. Сколько ступенек здесь? 64. Как много их, да? И вот в то далекое время здание было на 2 метра выше существующего. А в настоящее время высота золотых ворот достигает 27 метров до основания креста. А с крестом целых 34 метра. Ого! Внутри золотых ворот создана диорама, рассказывающая об одном из трагических событий в истории Владимира – штурме города монголо-татарами. А перед нами как раз самый ответственный момент штурма города. Вот пролом осуществили у церкви Спаса, и монголо-татары ворвались в город. Но золотые ворота – настолько мощное укрепление, что они не решились в лоб атаковать такое мощное сооружение. Золотые ворота в то время, как оборонительное сооружение представляло из себя две площадки – нижнюю над открывающимися воротами и верхнюю вокруг церкви положения риса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Памятник истории архитектуры. Памятник истории архитектуры, который был также создан при князе Андрею Боголюбскому. Успенский кафедральный собор. Исторически до возвышения Москвы он был главным храмом всей Северо-Восточной Руси. Памятник истории архитектуры. Еще более величественным и впечатляющим. Итак, правда, что храм в храме? Действительно, стены храма Андрея Боголюбского оказались внутри. После постройки новых стен привсел дебольшое гнездо. Галерея отделяет их от первоначальных стен. А храм Андрея Боголюбского имел аркатурно-колончатый пояс, а между колонками этого пояса росписи 1161 года. Пророки и павлины в окне. Фресковый ансамбль Успенского собора складывался веками. Росписи здесь самого разного времени. Но, пожалуй, самые ценные вот эти. Это работа Андрея Рублева. Он расписывал собор в 1408 году. И надо сказать, что в таком количестве и в таком качестве фрески Рублева больше нельзя увидеть нигде. Я, честно говоря, давно мечтала это чудо посмотреть. И вот, наконец, могу это сделать. Святые мощи князя Андрея Боголюбского. Он здесь и похоронен? Да, он здесь и похоронен. Причем с самого начала в алтаре еще не перестроенного храма. Ну, а после перестройки он неоднократно менял свое местопребывание в храме. Теперь вот это так называемый Андреевский предел. И здесь покоится мощь святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского. Я слышала, что и Всеволод Большое Гнездо тоже здесь. Да, Всеволод Большое Гнездо тоже в этом храме. Не только он. Многие Владимирские князья. Вот, кстати, вот в этой части алтаря сохранился гроб с останками князя Всеволода Большое Гнездо. Однако до того, как оказаться в стенах Успенского собора, Всеволод Большое Гнездо успел возвести еще один знаменитый городской собор. Дмитриевский, который воплощал идею прославления могущества Владимирской земли. Дмитриевский собор сохранился с конца XII века, ну, вот практически в своем подлинном виде. А кроме того, собор сохранил и древние росписи. Их здесь не так много. И сохранились они в местах, которые наиболее скрыты от внешнего влияния. Уникален храм еще и своей каменной резьбой. Она покрывает всю верхнюю часть стен. Тут более тысячи резных камней, изображающих святых апостолов, а также мифических животных и фантастические растения. Здесь такие сюжеты, которые не всегда понятны на первый взгляд. Которые, видимо, построены таким образом, чтобы показать идеального правителя, каким себя и мыслил все вот Большое Гнездо заказчик этого храма. Сейчас во Владимире несколько десятков православных памятников, церквей, часовен, монастырей. Все вместе они придают городу непередаваемый колорит, который вдохновляет фотографов, художников и даже ювелиров. Мы сейчас идем в гости к члену Федерации художников ЮНЕСКО, всемирно известному ювелиру, жителю Владимира Сергею Карелину. Он у себя дома из драгоценных металлов, и ко мне делает самую настоящую святую Русь. Что это, как это, сейчас все увидим. Ювелирные изделия Карелина можно смело назвать произведениями искусства. Они выставлялись по всему миру. Кроме того, они есть в личных коллекциях первых лиц нашей страны, и даже голливудских звезд. Широн Стоунс, Игурни Уивер, Джиллиан Андерсон. Работа Владимирского ювелира вообще пользуется большим спросом, даже несмотря на то, что расценки весьма солидные. Здравствуйте. Нина. Очень приятно. Очень приятно. Добро пожаловать. А я гляжу, вот это и есть, наверное, ваша знаменитая коллекция «Русь святая». Что вот главное в этой коллекции? Главная коллекция и смысл во всех выставках, а их было множество и в России, и за рубежом, я старался пропагандировать русские национальные традиции в своем скором творчестве. То есть брать историю? Брать историю, перерабатывать ее, как, скажем, художник, и уже по-своему добавлять что-то и выдавать что-то новое. Я еще слышала, что здесь практически каждый делится каким-то секретом. Да, есть такие вот небольшие сюрпризы. Например, этот судьбовик может нам сказать, что сегодня ожидает. Ну, это, конечно, шутка больше напоминает. Но, тем не менее, это достаточно интересно. Вот сегодня путешествие. Так. На завтра работа, труд. А на послезавтра вот здесь уже какая-то опасность, поэтому надо быть аккуратным. Однако достижением всей своей жизни Карелин считает вот эту работу. Часы для планеты Земля. На их создание у ювелира ушло 20 лет. По его словам, стрелка на циферблате показывает отсчет времени до фатальной катастрофы, которая должна произойти на нашей планете через 5 миллиардов лет. Мы с вами видим вот этот вот циферблат, который показывает такой длинный отрезок времени. Используется закон всемирного тяготения. Вот представьте себе кран, незакрепленная стрелка, она будет падать. А если ее закрепить чуть-чуть туже, она поползет медленнее. А если рассчитать это при помощи, скажем, того же компьютера, затянуть так, чтобы она показывала вот это движение, ну, буквально почти условное. И вот здесь такая почти условная регулировка существует в этих часах. Я надеюсь, что чем больше людей посмотрят эти часы, в них зародится вот эта вот та информация, которая будет потом на генном уровне передаваться поколению. Ювелиру Карелину уже не раз предлагали работать за границей, но покидать Владимир он не собирается, так как именно Родина ему и дарит вдохновение. А любимое место в городе – смотровая площадка на старой водонапорной башне. Вот она. Отсюда Владимир виден весь, как на ладони. В наши дни этот город – самый настоящий туристический центр, в котором для путешественников все удобства. Гостиницы и рестораны тут на любой вкус. Наш парк-отель находится на живописном берегу реки Клязьма. Рядом возведен храм Вознесения. Я вообще верю в некий центр силы, который на этой земле, потому что я слышу от наших гостей, как у нас хорошо дышится, как легко. Они просыпаются от звуков колоколов и пения птиц с 4 утра. И это природа, которая здесь живая, живет. Особое место, да? Да. Этот отель славится своей кухней. Особенно хороши тут, говорят, щучьи котлеты. Нам посчастливилось выведать рецепт их приготовления. Для приготовления щучьих котлет нам понадобится фарш щуки, капуста, предварительно ошпаренная в кипятке, помидоры, маслины, черри, лимон, зелень, соль, перец, белое вино сухое обязательно и сливки средней жирности. Что делаем? Берем фарш, ложим на доску, берем капусту. Желательно побольше листочки. Вы мне будете помогать, да? Буду. Замечательно просто. Так, и что, заворачиваем? Да, заворачиваем, накрываем котлетку капусткой. Лицевой стороной книзу. Жариваем до румяна. Берите ее в вино. Так. И выливайте струйку вот так, кверху, потому что она может вспыхнуть. Мамочки, я боюсь. Лейте вот в бок. Лейте, лейте, выливайте все. Выливайте, выливайте. Вот, замечательно. Красота. После того, как котлеты потушили свиньи, отправляем их в духовку. Запекаем при температуре 180 градусов. 7 минут. Достаем готовые щучьи котлеты. Запеченные. Куда сливки, да? Да. Ставим на огонь, заливаем сливки. Ну и вот, наконец, готовы наши котлетки. Можно приступать к дегустациям. Я бы даже сказала, что это не котлетки, а голубцы. Так, пробуем. Хороши. Очень хороши, очень вкусно. Ну аж с таким видом на клязьму вдвойне вкуснее. Соседний отель также известен во Владимире своим хлебосольством и гостеприимством, а еще необычным дизайном. Обратите внимание, какой любопытный интерьер в здешнем ресторане. Действительно княжеский. В его оформлении использованы увеличенные фрагменты каменной резьбы Суспенского и Дмитриевского соборов. И посмотрите, все можно рассмотреть просто в подробностях. Крупно, доступно, близко. Декораторы, конечно, постарались. Передохнули и дальше в путь. Тем более мы еще не были в местечке под названием Боголюбово. Оно находится на самой окраине Владимира. А побывать там нужно обязательно, чтобы представление о древнем городе стало полным. Просто история Владимирской столицы напрямую связана с этим местом. Именно здесь находилась резиденция князя Андрея Боголюбского. Там, где сейчас расположен женский монастырь. Субтитры создавал DimaTorzok На этой схеме показана реконструкция внешнего вида бывшей резиденции Андрея Боголюбского в Боголюбове. На этом месте, предположительно, стоял его дворец. Вот на месте этого братского келейного корпуса, который сложной системой переходов и лестничных башен соединялся с хорами храма Рождества Пресвятой Богородицы. На этой схеме мы видим, красным цветом показано то, что осталось от XII века. Часть лестничной башни и переход, и часть фундамента собора, который рухнул в XVIII веке, и на этом фундаменте он же был и восстановлен в том виде, в котором существует сейчас. Вот и храм. Да, это храм Рождества Пресвятой Богородицы, который был надстроен в XVIII веке на старом фундаменте. Его мы очень хорошо видим. Это фундамент из белого камня, из вестника. И все остальные стены были построены из кирпича. Большая ценность и лестничная башня, которая сохранилась с XII века. Ведь белокаменных сооружений гражданского, нерелигиозного назначения осталось в мире не так много. Сейчас башня находится под охраной ЮНЕСКО. Туристов в нее не пускают, но для нас было сделано исключение. Чудом уцелевшая лестничная башня знаменита тем, что именно в ней принял мученическую смерть великий князь Андрей Боголюбский. Это случилось в ночь на 29 июня 1174 года. Напали на него политические противники, бояре Кучковичи. Напали в спальню. Она находилась вот за этой стеной во дворце. И оттуда, из спальни, желая скрыться от своих недругов, Андрей Боголюбский приполз сюда, в башню, и полз вниз, вот по этой лестнице, оставляя за собой кровавый след. Ну и по следу его и нашли. Нашли и добили. Случилось это вот здесь, в этой нише. Кстати, и в заговоре, и в убийстве Андрея Боголюбского принимала участие его жена. КОНЕЦ Вся хронология событий этой трагической истории отражена на фресках. Они были написаны внутри башни в 19 веке. Еще одна гордость Боголюбова – знаменитая церковь Покрована Нерли. Ее возвели в 1165 году на рукотворном холме во впадении реки Нерль в Клязьму. Подъехать на машине к храму нельзя, так как ныне он находится посреди заповедного луга. Он очень большой, 153 гектара, и растет здесь 200 видов трав. Считается этот луг особо охраняемой природной территорией. Поэтому здесь только пешочком на своих двоих идти не так и много, чуть больше километров. Этот храм был создан по указу Андрея Боголюбского в памяти о его сыне Изиславе, который погиб во время похода на волжских булгар. Согласно летописным источникам, церковь осветили в честь праздника Покрова Богородицы, установленного на Руси в середине 12 века. Так что это первая церковь Покрова в нашей стране. Может, поэтому судьба у храма счастливая. Его будто бы бережет какая-то неведомая сила. Поскольку добираться было очень неудобно, крестьяне села Новая решили разобрать этот храм и построить из этого камня новый храм в своем селе. Один мужичок полез на купол, только дотронулся до креста и мгновенно ослеп. Затем все крестьяне испугались, конечно, этого и бросили попытки разобрать этот храм. Но все-таки монахи Боголюбовского монастыря не утихомирились. Они решили все-таки этот храм разобрать. Нашли двух мужичков, застучали топоры по этим стенам. Но стены были построены в технике полубутовой кладки из белого камня известняка и стояли как монолит. Не поддавались они топорам. Мужички запросили большую цену у монахов, но монахи не согласились на это. И только вот благодаря этой случайности храм до сих пор стоит. Вы знаете, действительно, когда смотришь на этот храм, просто захватывает дух. Он какой-то невероятно легкий, воздушный, тонкий, стройный, красивый. Не знаю, бесконечно, наверное, можно говорить комплименты этой церкви. Не случайно ее многие называют верхом архитектурного совершенства. Вот теперь нам позволительно сказать, что знаем о Владимире достаточно. Хотя, по большому счету, мы узнали только самое главное. А вникать в детали и тонкости, познавать эту землю, пройти весь тысячелетний путь от Рюриковича и до современной России здесь можно долго. Ведь этот город особенный. Он вне времени. Он навсегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин